Друзья, приветствую вас на своем YouTube канале. Я Алена, медицинский психолог-нутрициолог. И сегодня мы с вами говорим про чисто-чисто самые опасные заболевания из разряда психосоматики. Я расскажу то, что знаю я и за годы работы поделюсь своим опытом. Вы думаете, у меня никогда не было психосоматики? Вы ошибаетесь. Она бывает у всех, абсолютно у всех. И многие не догадываются о том, что в какие-то моменты важно брать паузу, не брать консультации у врача, у нутрициолога, у диетолога, у эндокринолога, у гинеколога, у практолога, у лордолога и так далее. Почему мы с вами говорим про такие вещи? Потому что действительно бывает история, завязанная на психосоматике. Не психосоматика единой. Мы живем, мы живем, конечно, питанием, водой, средой, желудочно-кишечным трактом, информацией и всем-всем-всем-всем. Но я в этом ролике расскажу четко простые вещи, чтобы вы не терялись, как работает психосоматика. Вот смотрите, у меня был долгий стресс и у меня не проходят рамки. О чем это говорит? Что был повышен сахар, что было воспаление, что не было восстановления. И это элементарно можно определить, не сдавая каких-то огромное количество анализов. Что значит психосоматика? Это значит, что ваше тело бортануло так же вас, как вы бы не хотели. А что может быть на фоне этого? Давайте по-простому. У некоторых абсолютно ничего. Они там поплакали, попукали, разошлись и все. Но есть люди, которые входят в это состояние достаточно надолго. И у них начинаются разные из разряда проблемы. Проблемы желудочного кишечного тракта. Очень серьезные проблемы, которые вообще нельзя разрешить. Другой момент. Честно скажу, есть люди, которые находятся в психосоматике обиды, гнева, стресса. У них может начаться. Я не хочу говорить это слово, но онкология может начаться на фоне чувств. Не поверите, это реально существующие вещи. Другой момент. Психосоматика может затрагивать щитовидную железу. Она не любит уровня стресса. Когда уровень либо токсинов превышает в организме, либо вы там что-то нагнетаете такое, что просто вам не идет. И действительно психосоматика может дернуть прям по женскому гормональному здоровью, по мужскому здоровью тоже. Почему так связано? Когда вы стрессанули, понервничали, выделяется адреналин, а у некоторых он бесконечно выделяется. И человек не может нормально себя чувствовать. Психосоматика бывает самая-самая разная. Бывают самые-самые разные заболевания. Но очень-очень важно уметь с этим расправляться. Когда мы с вами говорим про то, что может помочь при психосоматических различных заболеваниях, это, конечно, работа с психотерапевтом, дабы научиться вот это все расставлять. И могу сказать для себя, что психосоматика заболеваний, она распространяется на системы. Это могут быть системные заболевания, аутоиммунные, какие-то экземы, астмы, проктиты, колиты, энтероколиты. В общем, смотрите, в чем проблема здесь. Человек затаил какое-то чувство или разгневался. В этот момент, когда вы чувствуете сильные интенсивные эмоции, организм может закисляться. И это не шутка. Когда организм постоянно находится в закислении, ненормально работают ваши ферменты. Не так все функционирует, как в привычном спокойном лайтовом режиме. Даже когда вы в лайтовом режиме что-то съедите не то, выпьете не что, ваш организм быстро это все выкинет. Но когда вы в сжатом состоянии, когда вы с комом в горле или с какой-то такой трясучкой что-то делаете, ваш организм, а ну-ка я тебя сейчас как, и наказывает по самым слабым местам. У каждого это свое. У мальчиков бывает простата, у кого-то еще что-то бывает. В общем, вот такие серьезные вещи бывают на психосоматике заболеваний. Поэтому, когда мы с вами говорим, можно ли от этого излечиться? Да, конечно можно. И реально, и нужно. Но очень важно понимать, для чего, почему вы это делаете. И как вы умеете реагировать на всякие эмоции, которые создаются в вашем же теле. Поэтому психосоматика это то, что максимально-максимально может меняться в зависимости от управления вашим состоянием. Напоминаю, психосоматика бывает онкологическая, да? Психосоматика бывает ЖКТ, психосоматика бывает диабета, на стрессе ведь инсулин поднимается. Психосоматика бывает репродуктивного здоровья, да? Когда высокий уровень стресса вместо делания прогестерона, да, вашего женского, организм начинает делать не то. То есть, вот для женщины уровень стресса это очень-очень такая серьезная вещь. Поэтому отслеживайте. Напишите, отлавливали ли вы когда-то у себя симптомы психосоматики и как вы с ними справлялись. Если вам нравлюсь я и мой канал, возможно вам нравятся мои видеоролики, подписывайтесь, ставьте лайки, переходите в контакт. Там очень много полезной информации по БАД, нутрицептикам, образу жизни и всему тому, что я для вас очень долго собирала.